Пссс! Тут товар подвезли. Брать будете? Это, друзья мои, наконец-то привезли к нам DIN Audio Music. Ту самую аудиосистему, которую я уже распаковывал, но послушать тогда не дали. А теперь, наконец, добрался, послушал. И сейчас я расскажу всю суровую правду. Собственно говоря, это всё целая новая линейка из четырёх девайсов с индексами 1, 3, 5 и 7. Собственно говоря, первые 2, 1 и 3 это действительно портативные устройства со встроенными аккумуляторами. Ещё у них такой гребешочек, здесь, видите, чтобы держать можно и чтобы можно было унести куда-нибудь. Ну, на пляж, конечно, или в лес не унесёшь, но в садик можно вынести вашего загородного элегантного особнячка. Ну, а 5 и 7 это уже такие большие стационарные агрегаты, которые рассчитаны на работу уже в доме и даже с телевизором, потому что у пятёрки есть оптический вход, а у семёрки даже вход HDMI, да? То есть, понимаете, это для домашнего кинотеатра и практически функция саундбара. Да, ну и, собственно, у всех колонок есть разъём на миниджеке AUX, да, чтобы подключить какой-нибудь аналоговый девайс, и разъём USB, к которому подключается любой телефон, который одновременно и заряжается. Ну, собственно, это всё, потому что основной функционал здесь, безусловно, беспроводная передача звука. Ясное дело, что есть Bluetooth, ясное дело, что есть Wi-Fi, и главное здесь, конечно, AirPlay. Ну, то есть, в теории, можно, безусловно, и с внешнего ЦАПа Hi-Res подать на семёрку или пятёрку, потому что там по оптическому входу принимается разрешение до 24 бит 96 кГц, и, в принципе, обработка звука внутри всех систем идёт с этим разрешением. Но я не думаю, что кто-то будет морочиться с проводами, приобретая вот эту систему, да? Она не для того покупается, она покупается, чтобы без проводов играть. Собственно говоря, я послушал все аппараты, особенно застрелся на семёрке, и Dinaudio говорит, что вот это в целом система, Dinaudio Music, это первый реальный Hi-Fi звук в вот этом вот классе аппаратуры, портативные беспроводные колонки. Ну, окей, у Dinaudio это, безусловно, первый такой опыт, на самом деле, уже и JBL, и NIME, и Meridian потоптались, я уж молчу про Bang & Dawson, да? Но, в целом, чем же отличается Dinaudio Music от всех от них? Ну, внешне тут всё как у Dinaudio и принято, очень как бы качественно, но скромно, да? Детали все алюминиевые, кнопочки все алюминиевые, но основную площадь устройства занимает матерчатая сетка. При этом, смешно. Единственный реверанс в сторону молодёжи, это то, что есть четыре разных цвета. Вот они эти цвета, значит, ткань поставляется какой-то датской невероятной мебельной фирмой. Так вот, вот они эти четыре этих цвета, и в чём угар, да? Четыре цвета, два из них оттенки серого. Вот это по-нашему. Но надо тут понимать, что, как бы, радость, она даётся здесь в ощущениях. То есть, ну, вот это очень круто сделано, да? Если вы привыкли, там, к люксовым штучкам типа Bang & Dawson, то это, ну, блин, это как минимум не хуже, если не круче, вообще-то говоря. Но оно и, блин, вообще, блин, цельнолитая такая. А вот звук, это отдельная песня. Как я уже сказал, я все, более-менее, послушал. Ну, и младшие две модели, это такие, реально, ну, настольные колоночки, которые играют настолько, насколько могут играть, исходя из своего размера. Кстати говоря, тут хорошая фишка, которая помогает, это то, что в приложении можно объединить колонки в стереопару. То есть, взять не одну, а две и получить полноценное стереофоническое звучание. И вот это здесь реально решает, потому что, ну, одна колонка, ну, играет, скажем так, играет, да? Но вот, когда они играют вдвоем в стерео, это реально прорыв. И, кстати говоря, в большинстве вот беспроводных колонок подобного уровня, не скажем так, в большинстве беспроводных колонок, в принципе, которые встречаются на рынке, такого прорыва нет. Ну, то есть, ты объединяешь их в стереопару, ну, они играют громче, типа, там, больше заполняют звуком пространство и все, да? А здесь реально происходит прорыв по качеству. То есть, если взять вот эту вот младшую единичку и поставить их две в стереопару, то это уже, ну, как бы, практически полноценные хай-файные стереофонические колоночки. Да, маленькие, да, но беспроводные и активные. То есть для звука с айфона реально, ну, больше, наверное, в принципе, не нужно. Ну, как теперь принято, здесь все управляется через программульку на телефоне, которую надо скачать, скачивать очень быстро, выглядит очень хорошо. Значит, что она может делать? Во-первых, естественно, можно объединять колонки в группы и объединять колонки в стереопары, да. Во-вторых, можно настраивать частотный баланс. Тут есть такой забавный регулятор частот, который так элегантно выглядит в виде креста. Вообще, да, забавно сделано с точки зрения именно дизайна. Ну, скандинавы. А в-третьих, можно включать еще умные режимы. Их два, и они интересные. Значит, во-первых, есть динамическая адаптация под помещение. То есть колонка, когда ты ее включаешь, она все время контролирует, где она находится и что происходит вокруг, и, соответственно, как-то адаптирует свой звук. То есть, если вы взяли колоночку, перетащили ее в другое место, то она сама меняет характер звука в зависимости от того угла, в который вы ее засунули. А еще есть, ребята, адаптация под шум. Очень смешно, как она работает. Значит, смотрите, представьте себе. Вот вы пришли домой, значит, включили музыку, открыли бутылочку. Еще все спокойные, тихие, сели, разговариваете. Она играет, колоночка играет как-то там на небольшом уровне громкости. Потом, значит, уже дошли до третьей бутылки. Уже кто-то орет о том, что, конечно, наши этот гол забить не могут, не забьют никогда. Уже гогот, уже все ходят, уже гремят стаканы. А колоночка раз и делает повыше уровень, да, уже звука. Добавляет низов и вот это все. То есть, реально адаптируется под то, что происходит в помещении с точки зрения звука. Поэтому, когда вдруг все притихли, потому что кто-то тост произносит, колоночка сразу раз и тоже потише играет, чтобы не мешать. А, ну еще смешно, что приложение первым делом проводит опрос среди тебя. О том, какую музыку ты предпочитаешь. Типа, вот выберите, что вы слушаете. Jay-Z или Radiohead? Radiohead. Ну и так далее. В итоге она, значит, мне советует, какие радиостанции в интернете лучше слушать. И, понятное дело, посоветовала радиостанцию Rock FM, на которой я некоторое время назад ввел передачу про историю рок-музыки. Промо-часть немного, на примере как раз-таки семерки. По сути дела, это устройство, это две полноценные трехполосные хай-файные колонки. Видите, все, значит, диффузоры, драйверы, естественно, динаудивские, два твиттера, два мидбаса и два, собственно говоря, басовых излучателя. При этом там шесть усилителей, шесть, шесть усилителей, каждый по 50 ватт на брата. Ну, то есть, это сделано по уму. В остальных колонках система абсолютно та же, просто уменьшается объем, уменьшается количество динамиков. Все. А вот теперь пара слов о том, как оно играет. Ну, что касается семерки, это действительно, ну, как если бы вы взяли две хай-файные колоночки небольшие, но вот так поставили их не на три метра друг от друга, а рядом и чуть-чуть развернули в стороны, чтобы они заполняли пространство. Вот, собственно говоря, так она и играет. Детальности проработка тут реально хай-файные. Ну, то есть, вот я слушаю, например, там трек Криса Айзека, да, и до того, как начался вокал, я слышу, как вводится вокальная дорожка, и я начинаю слышать шипение микрофонного тракта. Ну, то есть, да, вот так вот. Есть, конечно, нюанс в том, что, как и положено в хай-фае, лучше всего и полноценнее всего это слышно со снятой сеткой, да, но кто будет снимать сетку с этого девайса, потому что он вообще для другого предназначен. Он должен стоять в элегантном интерьере и не высовываться, не торчать диффузорами. Ну, и в целом отчетливо слышно, что это именно DIN Audio, да, это DIN, потому что, ну, вот как бы, это, в общем, штука, которую мы привыкли называть бумбоксом. Что такое бумбокс? Это такое устройство, которое пердит басом и, в принципе, больше ничего не может. Вот здесь весь диапазон полноценно проработан. Достаточно детально, здесь есть что слушать, есть что расслушивать. Можно сесть перед ней и слушать музыку, да, это не просто фоновая музыка. При этом играет все достаточно сочно, то есть он не сухой, у него нет вот этой вот, как бы, студийной такой суровости. Хотя, я должен сказать, что когда ты слушаешь фонограммы даже из айфона, даже из айтюнса, да, то есть вот современные фонограммы, которые очень прилизаны, как бы, и закомпрессованные, они прям сочно, мощно играют, да. Если ты какие-то старые треки загружаешь, слушаешь, ты прям слышишь, что вот тут подцикивает, тут подсыпливает, тут вот баса мало. То есть это, блин, в какой-то степени реально честная штука. Но при этом она настроена, как бы, адекватно ситуации, да. То есть здесь и рэпчик прозвучит, и Скрябин Александр Николаевич тоже. Ну и глобально, знаете, ну так вот, если оторваться вообще от, как бы, какой-то конкретики, да, вообще практически идеальная портативная беспроводная колонка с точки зрения звука, вопросов нет. Скромный на вид, что тоже мне очень импонирует, но цена, как говорится, роскошная. То есть вот семерка будет вам стоить примерно 93 тысячи рублей при вот этом скромном виде. Никакого золота, да, только звук, извините. Да, скандинавский дизайн, да, фирменный звук, да, несите бабки. Единственное, что скажу вам, ребята, в утешении, пятерка, трешка, единичка стоят значительно дешевле.